Сегодня агентство Хабар отмечает 20-й день рождения. За эти годы оно выросло в крупнейшее телесемейство. Письма с поздравлениями поступает отовсюду. Свои пожелания передал глава государства, а также многие ведомства и госучреждения. В истории агентства были и прямые включения с космической станции, репортажи с горячих точек и трансляции важнейших событий страны. Своего зрителя телесемейство Хабара завоевало благодаря профессионализму сотрудников, актуальности тем и объективной подачи. Это кадры 1995 года. Маленькая, но супер оборудованная по тем временам студия. Здесь зародилось отечественное телевидение. А это 20 лет спустя. Говорить об оснащенности канала даже нет смысла. У Хабара всегда все самое лучшее. Впрочем, кое-что все-таки изменилось. Теперь это не один канал, а целых четыре. Телесемейство выпускает разножанровые программы, делится оперативными новостями, балует отечественными сериалами и выходит в мир. Сейчас Хабар – это не просто один телеканал, это целый, можно сказать, холдинг. Уже сейчас появился очень популярный 24 козет. Есть Казах-ТВ, Болин, Жаней, Майден и Эд. Это уже целое телесемейство узнаваемых каналов. И очень много наших корреспондентских пунктов за рубежом. Токио, Нью-Йорк, Стамбул, Сингапур и многих других городах. У нас в министерстве еще есть авиация. Мы за вами не успеваем, но мы хотим открыть прямые рейсы в эти страны тоже в ближайшие годы. Но зачастую корреспонденты даже не задумываются о сложности своей работы. Они просто выполняют поставленные задачи, иногда даже рискуя жизнью. Я не бывал только в Австралии и Южной Америке. На остальные континенты я уже ездил. Каждая командировка интересная, есть свои особенности. Доводилось останавливаться и в пятизвездочных гостиницах, и застрять в буран в машине. Мы не выбираем себе съемки, куда отправляют, оттуда и делаем хороший материал. За самоотверженный труд, оперативность и профессионализм медалями и дипломами сегодня наградили лучших сотрудников. Некоторые работают еще со дня основания. В их копилках сотни сюжетов и прямых включений, а еще множество историй. Я под пули не попадал. Моя деятельность была связана с другого рода экстримом. Это работа в президентском пуле. Когда у тебя нет права на ошибку, когда у тебя расписаны сутки по минутам, когда ты всегда не успеваешь, когда ты всегда находишься в состоянии цейт-нота, когда твой распорядок дня меняется. Это буквально за секунду полностью ты можешь проснуться в Астане, отобедать где-нибудь в Париже, поужинать где-нибудь в Стамбуле, а спать лечь в Токио. Агентство Хабар – это уже четыре отдельных самостоятельных каналов. И один из них, Казах ТВ, вот послезавтра уже отмечает свое 13-летие. Это тоже достаточно много. И 20 лет, на самом деле, кажется, это очень много. Я с основания работаю, и для меня это как один миг, потому что каждый год, каждый месяц, каждый день, каждый час был очень насыщенным. Хабар всегда был локомотивом для всего казахстанского телевидения. Это явление общенациональное. Зрители уже по заслугам оценили работу профессиональной команды медиахолдинга. В среднем за 20 лет только один журналист сделал больше 5000 сюжетов. Работая в выходные и в праздники, хабаровцы полностью посвятили свою жизнь телевидению. Неудивительно, что для многих агентство стало вторым домом. Хабар для меня – это все. Хабар – это моя семья. Хабар – это семья. С днем рождения, Хабар!